Здорово, дорогой! Ну, как это говорили, GeForce RTX 3080, Ventus 3X, была еще Game Trio, какая-то там X-Trio, не знаю, да, она стоила вообще 75, но там разница в подсветке. Я майнил, я наоборот готов доплатить, чтобы подсветки не было, сам понимаешь, чтобы лишний раз не палиться. Соответственно, ценник 69 есть, 999 рублей. Как так купил, рассказываю. Ты же знаешь, да, в маркете их не было, там, в Ситилинке их не было, в ДНС их не было, и в Регарде тоже не было. Как ты помнишь, я разговаривал с Давидом, если ты смотрел на его канале, у нас было общение, и я уехал оттуда покупать карту. Собственно, я приезжаю 17 сентября, 17 сентября вбиваю в маркете, в маркете ничего нету, вбиваю, иду по магазинам в Регарде, ничего нету, в Ситилинке ничего нету, захожу в ДНС и как бы разговариваю с продавцом, общаемся, и он говорит следующее, говорит, братан, будет 22 карты, но, говорит, эти 22 карты, говорит, не на маркет, никуда вообще не поступит между продавцами, они, говорят, и разойдутся. Если хочешь, я тебе сделаю. Я говорю, хочу, сделай, ну, то есть я там ему немножко отблагодарил денежку, он мне эту карточку достал. Поэтому спасибо ему большое, благодаря ему есть этот обзор. Давай, я сейчас достану и продолжу. Ну, сам понимаешь, что такое 22 карты для магазина ДНС, это ничего-то, а, там, порядка 100 продавцов, и на них всех 22 карты еще и соленого приняли, понимаешь мысль, да? Вот оно, видишь? Открытие новой карты. Сейчас я положу, открою и продолжу. Ты посмотри, какая громадина, да? Размеры ее реально впечатляют. Короче, давай так договоримся. Ты, если хочешь какую-то определенную монету увидеть, которая майнится, напиши в комментарии, а максимально отлайканный комментарий, который будет после того, как ролик наберет полторы тысячи лайков, и будет следующей темой для видоса. Я думаю, что, возможно, это будет даже сегодня, потому что включить одну монетку, как следует, потеснить, это недолго. Итак, что мы с тобой видим? Мы видим с тобой два разъема PCI 6 плюс 2, огромнейшую решетку радиатора, которая закрывает все. Да, там есть термоплакатки, но они прекрасно прижаты, на вид, по крайней мере, на первый взгляд, и все тут как бы как следует закрыто. Бэкплейт, не знаю, вот по звуку догадайся, сейчас я помолчу. Ну, вроде бы не алюминий, не знаю, напиши, на паузу поставь, какой ты думаешь тут бэкплейт. С задней стороны, вон я заглушки снял, один HDMI-порт и три дисплей-порта. Внутри, обрати внимание, ни одна, ни две, ни три, ни четыре, а шесть трубок охлаждения с одной стороны и три трубки охлаждения с другой, которые идут на процессор. Термоплакатки все надежно прижаты, к сожалению, я отсюда не вижу Samsung, но это сейчас мы будем с тобой смотреть уже в майнинге. Короче, у нас с тобой сегодня обзор MSI GeForce RTX 3080 майнинге. Готов? Погнали! Драйверный момент съемки я установил последний, это вот этот драйвер у NVIDIA скачал на официальном сайте NVIDIA, то есть 456.38. GPU-Z пишет NVIDIA GeForce RTX 3080, память GDDR6X Micron. Я сперва стал психовать, ребята сказали, что с Аленой не психуй, они все на микроне. Ну, я как бы, к микрону ты знаешь после 20-60 суперкарта отношусь. Соответственно, сенсоры, что нам пишут? Нам основной сенсор вот этот, да, показывает, что карта кушает приблизительно 3 ватта. Это показывает сенсор по GPU-Z. А фактически у нас сейчас потребление 40 ватт, 39-40. Сюда входит карта, сюда входит мамка. Я предлагаю считать так, что карта на холостом ходу кушает, пускай 10 ватт и материнка 30. Ну, будем так считать, как бы более точно уже ты понял, не докапывай, смотри сам. Давай, запустим клеймор, посмотрим, что получится. Ну, ты должен понимать, да, что какой бы соот мы с тобой сегодня не запускали. То есть клеймор, там, феникс, да. В любом случае драйвер недопиленный, он будет усовершенствоваться. И энергопотребление, оно недопилено. То есть и там, и тут будет в энергопотреблении чуть меньше со временем. С драйвером будет, ну, чуть лучше хэш, минимум 10%. Какой-то гадалги не ходи, поверь моему трехлетнему майнерскому опыту. Значит, только мы с тобой запустили 8,7,3. Я предлагаю, что сделать, по мэмори сразу прибавить, запоминая потребление 1380. 1480 написали, и карта у нас пошла 101,9. Ну, как бы, будет она так держать, не будет, надо смотреть на дистанцию, сам понимаешь, минимум у меня 2-3, да, по уму неделю. Ну, как бы, вот так она пишет, при этом потребление не изменилось, 323 ватта. Давай сюда добавим, попробуем 1450. И вот карта уже пошла 102,3. Потребление осталось точно-точно таким же. Поэтому, что я тебе предлагаю сделать, я предлагаю понизить паулин, попробовать, посмотреть, что у нас с тобой изменится. Понижаю на десяточку. А чего у нас изменилось? А ничего, карта стала майнить больше, а кушать карта стала меньше. Так, поэтому я предлагаю тебе и еще понизить ее, скажем, на 80, на 80 давай. Ну, мегахеш плюс-минус осталось такое же, потребление упало до 308, минус будем считать запасом 40 тушка, значит, получается где-то 267-268 карты сейчас кушает клеймори. Ну и давай счетовы понизим до 76 и посмотрим. Потребление 300 ватт, 295 даже, минус 40 тушка, 255. А майнить точно-точно так же, то есть 102,6. 102,6, 102,6. Карта майнит 6 минут, я ей дал немножко поработать. У нас получается в среднем 295 ватт минус 40 тушка, значит, карта кушает 255 ватт и майнит 102,5 мегахеша. Это значит, что ее нету никакого смысла на данном этапе софта, на данном этапе драйвера гнать дальше. И получается, что мы имеем с тобой 2.48 ватта за 1 мегахеш. В принципе, это хороший показатель, но это не прям эффект вау. Почему? Потому что, вот видишь, Рик у меня в среднем 57 с копейками. Это он в доунвольте, его можно разогнать на 58. Вот так вот, как он есть, он кушает 900 ватт. Минус 40 тушка, получается 860 ватт надо разделить на 6 таких карт. И получится 143 ватта, которые мы с тобой разделим на 57 мегахеша. То есть карточка, которая уже там с 2019 год, 2019, 2020, спорт 2021 год, приблизительно показывает те же самые характеристики. А если 1660 супер взять, который я брал с тобой в обзоре, там было у нас, вот этот ролик мы с тобой делали обзор, то тут 108 ватт минус 40 тушка тоже, 68 ватт за 32,7. 68 ватт делим на 32,7. И получается, что карточка здесь потребляет 2.07. Но это при удачном раскладе, если у тебя попал и Samsung и так далее. То есть, по большому счету, эффекта вау не получилось. Как я тебе и говорил в ролике у Давида, когда он меня поймал на интервью 16 сентября в Анапе, будет влиять цена. Ты, кстати, посмотри этот ролик в прикол, да, и посмотри, где ты эти мысли недавно видел, как бы это просто поржем с тобой, да. И напиши обязательно, очень интересно, просто очень. Что я имел в виду теми словами? Вот смотри, карта 1660 супер, 18300. Условно, предположим, что тебе повезло она на Samsung, она майнит 33 мегахеша, простые цифры, не усложняем, и при этом потребляет 70 ватт. Ты можешь купить себе за эти деньги 4 карты, 18,36,54, 72, да. Я потратил 70, плюс еще отблагодарил продавца, где-то 72 у меня чуть меньше получилось. И у тебя будет тогда, смотри, с 4 карт 280 ватт плюс 132 мегахеша, по-моему, да, да. Если я не ошибся, 132 мегахеша. То есть ты вроде как получил больше за те же самые деньги. Или ты можешь купить 2 видеокарты тоже, ну, которым уже там полтора года, так же, как 1660 супер. RX 5700, получить 57 плюс 57, 114 мегахеш, при этом потратить 66 тысяч рублей, у тебя еще останется денежка. Но это надо смотреть в моменте и просчитывать каждый день. Почему? Потому что, вот видишь, 33 300. А мы эти карты покупали там, ну, кто как, ребята, подтвердят в комментариях. Подтверди, пожалуйста, я тебя прошу, там от 19 до 25 я покупал и по 23, и по 25, и по 26, да. Ну, кто как. Но если цена дойдет до безумия, вот видишь, 41 800, 41, это уже безумие, да. То получается другая математика. Выгоднее купить 20 80, как я купил, ну, ты понимаешь, за 70. Потому что здесь 114 мегахеш, те же самые, с потреблением 282 ватта, а там получается у тебя, условно, 102-103 мегахеш, но потратил ты чуть-чуть меньше. Понимаешь, то есть майник это такая штука, он моментами постоянно следит за ценами на оборудование и правильно входить в эти моменты. Но опять же, еще такая мысль, что у человека может быть ограниченные киловатты или дорогой киловатт. Вот если у тебя дорогой киловатт, лучше брать максимально лучшее соотношение 1 ватт на 1 мегахеш. То есть, предположим, как в Москве 5-6 рублей, да. Если в Подмосковье 3,70, это другая история, можно по-другому смотреть. Если земли сельхозназначение 2,40, там третья история. Если у тебя ИРКУС, тебе вообще пофигу, ты можешь что хочешь, хоть эти брать, как их Р-9, да, там, Фурии и так далее, понимаешь мысль. Поэтому, а у другого человека вообще другая история, то есть что имеется в виду? У него там максимум 3 киловатта и все, что ему брать? Ему лучше брать максимальный мегахеш, понимаешь, чтобы было максимум мегахеш за эти несколько киловатт. Или, если человек уперся в розетку, ему надо грейдить. Но, опять же, апгрейд, да, сколько он тебе обойдет с этот апгрейд? Допустим, ты взял свои старенькие 10,60 продал, сейчас по 10, по 12 тысяч рублей, сейчас хайп безумный, да. У тебя получилось 72 тысячи рублей. Но за этот апгрейд, даже вот так, как я взял по 70 тысяч, 6,7, 420. Ты готов добавить 350 тысяч за Рик? Я не готов, потому что майник меняется местами. Ну, на дампе, может быть, я по-другому буду смотреть на этот вопрос. Короче, заболтались, давай дальше. Итак, карта майнит у нас с тобой 33 минуты. Я предлагаю сейчас первого напера, до того, как мы продолжим, другим байнером пойдем, ее прибить. То есть разгрузить ее на максимум и вписать сюда 1500 и применить и посмотреть, то есть пойдет она дальше или отлетит, как говорится, на максимум, потом продолжим. Готов? Ну, давай, 102, 103, 103 с копейками, нифига. Ну, это значит, в любом случае, что 101, она уже стабильно будет работать. Там 100, 101, 102 в любом случае. Даже если она отлетит. Ну, как бы ты видишь, аптайм, да, 34 минуты. Это не хухры-мухры, аптайм, сам понимаешь. Причем потребление 295 в среднем. Когда чуть меньше, когда чуть больше. Получается 250 в среднем. 103 и 12 даже. Интересно будет посмотреть, когда, знаешь, там через месяц, через полтора допилит софт, там какой-нибудь Феликс. Или клеймор, да, допилит драйвера. Вот тогда будет интересно посмотреть, там, может быть, там мы увидим что-то, блин, и 120 мегахеш, как Валерка говорил, да, может быть, и будет, хрен его знает. Слушай, я что тут подумал, а как ее прибить-то? Все, 1500, больше нет, прибавить не могу. А, ну все, уже, видишь, пошли, смотри, инкорректа, значит, считай, что мы ее прибили. Давай выключать, сейчас я перезагружу, мы с тобой попробуем запустить, что попробуем. А, мы с тобой, давай вот так поставим, может, не надо перезагружать, 1300 поставим. А, ну все, она глюканула, вот же оно, ядро, смотри, 450, как у карты может быть ядро, 450. Ты что майнишь, братан, я понять не могу. Так, перезапустил я Memory 1350 поставил, потому что сейчас будем тестить ядро, чтобы у нас из-за Memory накладок не было, и чтобы мы с тобой не отвлекались. Соответственно, 294 ватта, пробуем ядро запоминать температуру. А, для ядра нам еще надо с тобой выкрутить пульки и дать минутку поработать. Сейчас вот здесь будет минута, я продолжу. Все, давай запоминать, 294 ватта, 57 градусов температура, майнинг 101,7. Теперь ядро делаю на минус 520, сперва посмотрим, как бы, ну, конкретно, ты понял. Нажали, применили, ядро упало, минус 7,8. Ну, значит, получается, ядро влияет, а значит, надо тратить время на то, чтобы искать оптимальный режим ядра. Получается так, ну, потому что, видишь, 2,5 хэш у нас упало. А если мы сделаем, допустим, минус, давай минус 200, хэш практически вернулся, да, 101,5, 101,5. Ну, то есть надо искать оптимальное. А по температуре температура упала. Причем энергопотребление осталось примерно плюс-минус то же самое, но температура на несколько градусов упала. Да, вернулся полностью, 101,6. Давай теперь дадим плюс 150. Вопрос, хватит ли PL, ну, думаю, что хватит, надеюсь. Тут ядро подросло. Смотри, ядро чуть подняли, а хэш немножко чуть-чуть упал, да, то есть как бы надо искать идеальную середину, как везде. Ладно, здесь мы с тобой разобрались, давай попробуем запустить Фениксом, посмотрим, что получится. Ядро, что с ним делать, давай его в ноль нафиг уберем, чтобы оно не отвлекало. Феникс стартанул, поначалу дает чуть меньше, 100.1, 101.2, 101.2. Ну, приблизительно, блин, ну, плюс-минус одинаково. То есть точно не могу сказать. Хочешь здесь, давай тоже бомбанем на максимум, посмотрим, здесь отлетит, нет, еще раз перезагружу, если что. А потребление, потребление такое же, да, температура тебе видно, 52 градуса. Вот температура здесь, по-моему, поменьше, но, правда, только стартануло, то есть оптайма еще даже минуты нет. 101.3, а там было 101.6. Вот 1500 ставлю и запускаем. Не, 102.8 походу и застопорился, но в Феникс же он такой, там всякие вот эти VTD можно в батник написать. В принципе, и в Феникс, и в Клеймор тоже дофига чего можно написать, поэтому не знаю. Ну, плюс-минус одинаково, наверное, надо уже смотреть на пули, надо смотреть по реджектам, ну, и, то есть, на дистанции смотреть средний авераж на пули. G-Miner постоянно рестартует, я не знаю, может, много ему по памяти, давай убавим, вот так поставим. Давай посмотрим профит в моменте. 103.2 мегахеша, 256 ватт потребления, розетка 3 рубля. Грязными практически 5 долларов сейчас я себя уберу. 25 центов расход на розетку в день, 4.59 чистыми. Или 138 долларов в месяц практически чистыми с этой одной видеокарты сейчас получается. Очень неплохая окупаемость, но это в моменте надо понимать, да, майнинг он любит и туда прыгать, и туда, и потом еще туда, и еще туда. Понимаешь мысль? Давай с тобой так договоримся, братишка. Смотри, если ты хочешь узнать хэш на какой-то монете, пиши, пожалуйста, в комментариях об этом. Если твой комментарий наберет максимальное количество лайков от зрителя, значит, это и будет следующим роликом на моем YouTube-канале. Смотри, скоро я запускаю акцию, теперь в описании к ролику всегда будет акция. Почему? Потому что будем разыгрывать, еще не знаю точно, не сформулировал сколько чего по кефиру, но будет каждый месяц разыгрываться приблизительно где-то там один кефир для всех зрителей. И условия акции можно будет почитать в описании к ролику. А также в закрепленном комментарии ты можешь прочесть информацию, будет всегда по видеокартам, по той видеокарте, которую ты смотришь в обзоре, на форум. То есть мы сейчас создаем форум с ребятами и ты сможешь информацию уже не просто на YouTube посмотреть, ролик, потому что ролик, он занимает время, да, а посмотреть и сразу в нескольких постах всю информацию прочесть, задать вопросы или написать что-то от себя. У меня на сегодня все. Подписывайтесь обязательно на Instagram, Telegram, YouTube, Twitter. Я всегда и везде рад тебя видеть. Всего доброго. Пока-пока тебе. Пока-пока тебе.